Вы, может быть, задумывались, каков будет последний приказ Аллаха человечеству. Наш пророк, алейхиссаляту вассалям, был последним пророком. После него не будет других. И то откровение, которое было ниспослано пророку, алейхиссаляту вассалям, последним до дня Киямы. Последнее сообщение Аллаха из Кораны. Каково же оно? Оно было ниспослано за девять дней до смерти нашего пророка, алейхиссаляту вассалям. И послушайте, сказал Всевышний. Помните день, когда вы будете возвращены к своему Господу. Вы только послушайте. Помните день, когда вы будете возвращены к своему Господу. Вам воздадут за то, что сделали ваши руки. Если это было добро, вам вернется добром. Если это было зло, вам вернется зло. И никому не воздадут несправедливо. Это сообщение поймут благочестивые. Фудайлибн-Айят увидел однажды мужчину и спросил, «Сколько тебе лет?» Человек ответил, «Мне шестьдесят». Фудайль говорит, «В течение шестидесяти лет ты был в странстве, чтобы встретиться с Господом. Ты ждал, пока достигнешь своего места прибытия, ко дню, когда встретишься с Господом. И осознание этого охватило старика. Мужчина обернулся. Уже прошло шестьдесят лет. И останется не так много, сколько же неправильного я совершил». Зайн-Аль-Абидин в своей поэме говорит, «Какая длинная дорога к моему Господу, к моему месту прибытия. А поездка моя очень длинная, а подготовил я так мало. И слабость охватила меня, и смерть гонится за мной. И грехи мои накопились». Затем он произнес со слезами, «Какое бедствие! Ушли шестьдесят лет». И Фудайль говорит, «Ты понимаешь, что это значит? Твое «Я принадлежу Аллаху и к нему вернусь». Мужчина ответил, «Да, это значит, я принадлежу Аллаху и к нему я вернусь». Затем Фудайль говорит, «Кто бы ни осознал, что он принадлежит Аллаху, и что он будет возвращен к владыке, он также должен осознать, что будет спрос, и владыка спросит о том, что он сделал. И Фудайль говорит, «Так что же ты приготовил? Что ты приготовил ко дню возвращения к своему Господу?» И мужчина начал плакать. Я сказал, «Валлахи, это сложно, это очень сложно». Вот еще история. Пришел человек Ахмад ибн Ханбалю с такой поэмой и говорит, «Если мой Господь спросит меня, «Разве тебе не было стыдно, когда совершал грехи против моего повеления? Разве ты не чувствовал стыд? Ты прятал грехи от людей и пришел с грехами ко встрече со мной. Ты стыдился любого взора, кроме моего. И теперь этот человек осознает, что же я подготовил к встрече с моим Господом». Он говорит, «Фудайль, это сложно». Фудайль говорит, «Нет, это легко. Живи свой остаток жизни в подчинении Аллаху. Он простит твое прошлое и изменит твои плохие деяния на хорошие. Пусть же Аллах исправит наши плохие деяния хорошими и благословит наши деяния, и позволит нам подготовиться к встрече, несмотря на множество грехов, чтобы в день, когда мы встретим Господа, мы не опозорили ни себя, ни нашего пророка, Невозможно, чтобы откровение заканчивалось и аяты, которыми оно закончилось, не были очень важными. Так не бывает. Это должно быть крайне важным. Например, когда пророк Мухаммад, в течение последних своих дней на этой земле, напоминал нам, что нужно делать, а чего нельзя. Он встал, затем сел и напомнил нам об отношении к женщинам. Клянусь Аллахом, мои братья и сестры, этот аят, который я вам сейчас прочитаю, намного важнее, чем все, что вы слышали ранее, слышите сейчас или еще услышите после. Помните день, когда вы будете возвращены Аллаху. Остерегайтесь, опасайтесь, будьте бдительны в отношении того дня, когда вы будете возвращены Аллаху. Руджу означает возвращаться. Это означает, что мы пришли от Него. Мы принадлежим Аллаху полностью, и мы будем все возвращены Аллаху. Мы сейчас там, где Аллах хочет, чтобы мы были, и мы будем возвращены обратно. Слово «обратно» — обратно к Аллаху. Так подготовьтесь к этому дню более, чем к какому-либо другому дню. Мы знаем, что нам нужно для выживания. Ведь мы любим жизнь, нашу дорогую жизнь. Да вознаградит нас Аллах Джанна Тульфердаусом. Мы хотим быть богатыми, с самыми новыми вещами. Мы хотим следовать трендам. Хотим иметь самые новые одеколоны, самые новые машины, дома — все самое новое. И это легко понять. Человек живет, ему хочется покрасоваться. Но, клянусь Аллахом, есть в мире люди, у которых есть все в этом мире, и они все еще не подготовились ко дню, когда будут возвращены к Аллаху. Остерегайся дня, когда будешь возвращен к Аллаху. Это важнее, чем все остальное. Пока ты на земле, ты можешь наслаждаться. По воле Аллаха ты можешь кушать, пить, жить. И пусть у тебя будет в какой-то степени роскошь, которую Аллах дозволил, но не теряйте фокус на том, что будете возвращены к Аллаху. Вот что Аллах говорит. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. Во время многих джума имамы часто упоминают или этот аят, или похожий по смыслу аят. Остерегайтесь Аллаха, будьте бдительны к Аллаху, будьте осторожны в своих отношениях с Аллахом. Берегитесь, ведь у вас нет другого выбора, кроме как будете возвращены к Аллаху. Пока продолжает существовать это видео на просторах интернета, те, кто стали причиной выхода этого видео, будут получать непрерывное вознаграждение. Ансар-Медия дает возможность своим подписчикам поучаствовать в благом и совершать садок от Руджария, которая покроет расходы на переводы видео, озвучку и нужды канала. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах – объемлющий, знающий. Продолжение следует... Продолжение следует...